Спасибо, господин председатель, за созыв сегодняшнего срочного заседания. ЗГС Фельдман, хотим поблагодарить вас за ваш подробный брифинг, подготовленный в короткие сроки. Пять дней назад мы собирались в этом совете, говорили о разрушительных атаках сепаратистов, поддерживаемых Россией в Восточной Украине, призвали Россию прекратить поддерживать, подготавливать сепаратистов. Члены Совета призывали Россию сепаратистов не только выполнить Минские соглашения, не только выражать приверженность, но и выполнять сами соглашения. Но, к сожалению, мы вновь находимся в этом зале, потому что Россия и сепаратисты вновь нарушили эти обязательства. Цели были намечены недавно, однако конечная цель – неизменно захватить большую территорию и сместить границу контролируемой Россией территории вглубь Украины. В этот раз, однако, заявления сепаратистов осложняют стратегию России. В пятницу 23 января де-факто лидер сепаратистов Захарченков в Донецке сказал, что сегодня начинается наступление на Мариуполь. Он также сказал, что больше прекращения огня не будет. Он сказал, что сепаратисты не прекратят свои нападения, пока они не достигнут границ бывшей Донецкой области. То есть войска сепаратистов могут вести наступление одновременно в трёх направлениях. Конец цитаты. Представитель Российской Федерации сегодня заявил, что эти заявления были вырваны из контекста. А какой контекст мог бы оправдать массированное наступление на населённый гражданскими город? Я хочу также отметить, что наступление в трёх направлениях, как об этом сказал лидер сепаратистов, он сказал, что его войска способны это сделать. Для этого необходимо много оружия и сил. Эта возможность отражает, что действительно в течение месяца был большой приток персонала, личного состава и тяжёлых вооружений из России. Захарченко сказал об этом, его снимали в этот момент, и его процитировал ТАСС. В субботу Захарченко говорил о демонстрации в Донецке, что сегодня начинается наступление на Мариуполь. И он сказал, что через несколько дней мы окружим Дебальцево, конец цитаты, город в 12 километрах от линии прекращения огня, которая была определена в Минске. Если бы только слова сепаратистов были просто пустыми словами, хвостовством, но, к сожалению, это привело к нападению сепаратистов на Мариуполь в 25 километрах от Минской линии. Только в субботу более 100 человек были ранены при обстреле ракетами города. Примерно 30 человек было убито, включая женщин, пожилых, детей. Одному из детей было 4 года. 40 ракет поразили город, рынок, школы и другие гражданские структуры. Также беспристрастная миссия мониторинга ОБСЕ проанализировала воронки от взрывов и пришла к выводу, что они от градов, от пусковых установок град, которые запускали ракеты, из территории, контролируемой сепаратистами. Но какое внимание на это обращают? Почему это место является важным для сепаратистов и для России? Мариуполь – это порт, возможность поставок, а также возможность получить доступ по суше к незаконно оккупированному Крыму. А Дебальцево – это дорожный узел, и поэтому не случайно, что эти стратегические города являются целью России. В субботу члены Совета попытались выпустить совместное заявление, объявляя о гражданских жертвах, выражая беспокойность заявлениями сепаратистов, как мы об этом и слышали, Россия заблокировала. Но за день до этого Россия с большим удовольствием распространяла заявления Захарченко в государственных СМИ. Было бы странно даже выражать обеспокоенность тем, что распространялось. Но когда агентство новостей распространяет эту информацию, а дипломаты не выражают обеспокоенности, то это не только заявления по вам принадлежат, но и наступления. С учетом неясной ситуации в этой войне, сепаратисты слишком ясны относительно своих целей. После того, как они выразили свои цели относительно Мариуполя, и Россия также потом стала свидетелем того, чему свидетелями стали мы. Россия попыталась отказаться от любой связи между сепаратистами и нападением. Новостное агентство ТАСС даже попыталось устранить цитаты Захарченко из этого репортажа. Поэтому вполне понятно, почему Россия не хотела бы услышать, чтобы мир слышал о том, о чем говорят сепаратисты. Представитель Российской Федерации говорил, советовал, что Российская Федерация обеспечивает полное выполнение Минских соглашений. Однако в субботу Захарченко открыто признал, что его силы нарушают это соглашение. Он, по всей видимости, не получил указания от России, чтобы нарушать, но поэтому претендовать, что не нарушаете. Поэтому Захарченко всерьез не воспринимает международное сообщество и сваливает вину на украинцев. Вчера министр национальных дел Лавров сказал, что ухудшающаяся ситуация на Украине стала результатом постоянных нападений войск Украины в нарушении Минских соглашений. То же самое мы сегодня услышали и от представителей Российской Федерации. Заявления Захарченко для России являются проблемой, так как они слишком откровенные. Как об этом известно с членом Совета и всему миру, сепаратисты, которых он возглавляет, прошли подготовку в России. И поэтому, когда Захарченко хвастается, что может захватить территорию за пределами Минской линии, когда он говорит, что он не заинтересован в переговорах, он здесь говорит не только о намерениях сепаратистов в этом случае, но и о намерениях России. Это нападение было создано в России, в Москве, используя российские танки, ракеты, получать поддержку российских войск, и операции получать непрямую российскую помощь. В декабре Россия направила сотни единиц боевой техники в Восточную Украину, включая танки, БТР, тяжелую артиллерию и другую военную технику. Недавно Россия вновь поставила сепаратистов сотни единиц оружия, включая артиллерию, танки и бронетранспортеры. В середине января, не говоря о том, что был сбит МХ-17, Россия представила совершенные системы огня, земля-воздухом. И это было самым серьезным развитием ситуации с сентября 2014 года. Имеется прямая взаимосвязь между перемещением тяжелых вооружений через границу и попытками сепаратистов завоевать дополнительную территорию. И этот арсенал привел к смертям. Согласно комиссару по правам человека, в январе с 13 по 21 числа погибло самое большое количество людей с момента подписания Минских соглашений. 29 человек погибали ежедневно. Более 5 тысяч погибли, и 11 тысяч получили ранения с начала конфликта. И сегодня, в этот самый день, продолжается нападение на гражданских через линию не только Мариуполь и Дебальцево, но также Пески, Станичный и Луганск. Для России Мариуполь и Дебальцево – это стратегические объекты в их попытке передвинуть ту линию, территорию которой они контролируют. Но там проживают сотни тысяч украинцев, почти 500 тысяч человек живут в Мариуполе, второй город, а также 20 тысяч в Дебальцево. Мариуполе – 92 начальные школы, в них ходят 13 тысяч школьников. Поэтому мы по-прежнему полагаем, что единственный выход этой ситуации – политический, а не военный. И в этой связи мы поддерживаем усилия трёхсторонной контактной группы, а также нормандской группы министров иностранных дел. Мы приветствуем соглашение нормандской группы в Берлине, которая признаёт необходимость скорейшего и полного выполнения минских соглашений. Если Россия серьёзно настроена на установление мира, почему тогда Россия не осуждает заявления сепаратистов, которые говорят, что нападут на украинцев, в первую очередь, и больше не будут соглашаться с прекращением огня? А вместо того, чтобы исключать эти заявления из репортажей государственных СМИ, если Россия серьёзно подходит к миру, почему бы не вывести танки и грады? А вместо того, чтобы дополнительные посылать, если Россия серьёзно подходит к миру, почему бы не вывести свои войска, по крайней мере, до линии, которая была согласована в Минске, а не направлять большое количество тяжёлых вооружений России для того, чтобы прочертить новые линии? Только если Россия сделает эти шаги, то только тогда будет возможным политическое решение, которое столь необходимо. Спасибо. Я благодарю представителям США.